Возникла такая идея, то есть в связи со студентами ЕЖГТУ, там вот выгодируем, что... Обычно формат Ликтории, как практик, вежеский показ, он такой суховатый, в том плане, что эта работа просто в одну сторону, то есть Ликтории, да? Хотелось бы сделать её оживительной, сделать более живой, интересной, тем более в таком направлении, как привязываться в науке. Вот с Луквы, наверное, тоже многие пользуются разными пабликами научно-темпульарными. Конечно, очень много пабликов развлекательных научно-темпульарных, вот наиболее такие интересные, которые, допустим, я сам просматриваю, здесь тоже показали, как вы на себе. Сейчас меня больше АКК интересует, есть проект такой, как у нас Московский, да? Ну, Славон, который ставил проект, наверное, на суховат многих, да? Тройский вариант, в принципе, это больше, потому что это журналистский проект, просто он тоже хорошо развивается, правда там, мне кажется, политики всего лишь больше попередяются, хотя она может быть актуальной политикой. Популярная механика, это тоже проект журналистский больше, то есть они где-то либо больше журналистский проект, либо больше, но очень популярный проект, большей частью. АЗАМАС тоже новый проект, вот Курилка тоже, в Иженске тоже появилась, когда она такая, ну, когда копируется с Москвы, проект со мной, в целом, это интересно. Это хорошо, потому что интерес к технологии растет, так это здорово, то есть, да? Вот, но хотелось бы попробовать сделать такой проект, как у Иженске, есть понимание, что ограниченное количество лекторов, которые могут с интересом хорошо аудиторию держать, да? И чтобы это было, да, кроме того, вообще аудитория тоже, да, она бы и на уровне интересуется, и уровень тоже и разный. И было бы здорово создать такую среду, в которой бы одновременно, вот, в рамках этой среды просто было, вот, вот, нарисуем вложенные множества, то есть одно в другое, где-то есть аудитория, допустим, да? Есть какие-то соорганизаторы, то есть, да, в одном из студентов и те же самые лекторы, там, школьники, которые используют где-то два множества. И есть лекторы, которые, в принципе, как раз вырастают в этих среды тоже. Ну, лектор, он будет и внешним, то есть, и приходящим уже, да? Ну, вот именно движение внутренней среды просто длит себя интересно от точки зрения просто развития проекта. Такого проекта не просто обычная лектория, а место, где можно пообщаться на научные темы по-соседски. Место, где можно именно поддержать дискуссии тандемными, то есть там, где нет споров таких острых, да, есть просто, ну, споры – это притягивание к надпусти, если обычно спор, как бы, дискуссии. Но именно способ, где можно прийти к какому-то общему пониманию, то есть, как-то, векторы выстроить, потому что все равно, иногда это поиск истины, естественно, всегда один думать с одной части, подход с одной стороны другого, а подход с другой стороны. Можно и сближать подходы, получается. Вот, кроме того, хотелось бы общение выстраивать вокруг книг. Почему вокруг книг? Потому что, вот, как у меня, мое представление такое есть, что раньше, я помню, что эта книга очень много хороших качеств, есть им интересы, то есть, да, в принципе, научные форматы вообще не нужны. То есть, как только раньше, может быть, в СССР, то есть, да, как это и кажется. А сейчас книг, научно-поверные книги есть, их тоже много, они недоступны часто по цене, то есть, дорогие, да, поэтому, в принципе, но с другой стороны, сейчас внезапно цены на книги упадут, и станет новой, то есть, да, то интерес к ним, наверное, тоже, наверное, не вывестит, потому что среда, как бы, их так массово читать тоже не готова, то есть, да, нужно, примерно, какое-то время там взращивание, то есть, интересы к науке. Поэтому есть идея, что, параллельно с таким проектом сообщества-организаторов, которые вместе и планируют какие-то темы, и выступления, да, чтобы еще действовала какая-то научная библиотека, которая была доступна всем желающим в городе Ежельске, да, вот, и, какой-то задел положен, благодаря династии, благодаря, как бы там, может, лежать с компланетарией, то есть, да, то, чтобы фонд хорошо развивался, и не просто был где только какой-то дом охранитель, мы планируем его выставить, скажем, в Некрасовскую библиотеку, чтобы он был доступен, если он приходит на занятия, там, на мероприятия, как можно было, чтобы можно было книгу брать, готовиться к какому-то выступлению, чтобы можно было готовиться к все до опроса, то есть, да, чтобы уже идти к контролю, уже идти на какую-то встречу, да, обсуждаться, потому что именно интересно, но в репарте вместе в процессе обсуждениях будут интересны научные вопросы, да, там, по любой теме, то есть, да, может быть, это не только будут точные научные, может быть, это какие-то гуманитарные, кто так же задействованы в обсуждениях, вот, ну и, конечно же, все это должно приводить к самостоятельному изучению, желанию самостоятельно изучать предмет, то есть, ту или иную тему, которая озвучивается, вот, и цель это сделать, ради чего это делать, цель, мне кажется, такая, такова, чтобы в кругу общения были люди, и взрослые были, да, и чтобы были студенты, и даже старшие школьники, чтобы было такое желание, желание рассуждать, то есть, да, чтобы и желание вести транслянный образ мышления, потому что, в принципе, чем будет больше людей, а потом, рационально мыслящих, таким образом задача, мне кажется, будет, она и решена, появляться на антиках таковой, потому что интерес будет, будет самоиндукция включаться, то есть, когда в этом лице, в таком случае, развиваться, именно как раз, а дети, дети часто не смотрят на взрослых, они тоже обучаются, и как они, что они, как они размышляют, как они думают, то есть, да, в этом, если, в семье, когда это читают, дети тоже читают, если, в этом, когда эти размышляют, то дети тоже размышляют, да, и это, то есть, культивируйте, на такие подходы, дискуссии, размышлением, ну, и, в принципе, мы хотели, было большое желание сделать и вводные лекции, и в этой теме научного метода познания, то есть, да, принципы, методы познания, то есть, да, чтобы понимать, как, допустим, наука, это уже наука, то есть представление причин, да, и это важно, чтобы, ну, чтобы немножко больше ориентироваться в окружающем пространстве, да, чтобы строить фильтры, то есть восприятия, потому что очень много информации привлечивая в интернет, вы знаете, да, и в ходе, если мы, допустим, этих встреч будем давать какие-то ссылки корректные, там, какие-то книжки показывать, вот, рекомендоваться, это будет очень хорошо, потому что литературы, правда, много, ссылок много, да, но нужно иметь мужского, думать, собственно, умом стремиться к этому, то есть, да, такая, как мы себе поставили, я думаю, что вот такая вот идея, это как эксперимент, такая вот заливка, да, и если, это возможно иногда, когда будет такое сообщество организаторов, то есть, да, это не один человек, то есть, да, а студенты, там, старшекрасники, люди с опытом, то есть, да, это опыт и практика выступления тоже будет интересно здесь активироваться в этой среде, а когда это будет просто чей-то проект, допустим, да, там раздавался, ну, это будет, наверное, в рамках женского, мне кажется, это невозможно сделать такое единого начали, то есть, да, а вот такое сообщество, то есть, да, которое постепенно эволюционирует, человек пришел, ушел, сообщество осталось, то есть, да, это, наверное, было бы интересно и полезно, то есть, да, именно полезно, то есть, да, для того, чтобы появилось больше женских, рационально-мыслящих людей, готовых рассуждать обману научную тему. И поэтому сегодня мы начнем с этой первой модной лекции, посвященной именно научным представлением, то есть, науки и медлях. Александр Шрицов-то у меня, ну, представлено, а потом уже немножко пока вообще тоже пообщаемся по научной журналистике. Как эта штука называется? Вот эта вот. Список? Список? Нет, это не список, а вот каждый из них. Проекция опыта. Паблики. 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 Паблики личные. Я уже из динозавров, я не знаю, что такое. Паблики. Я сейчас узнал. Еще есть такое слово «подкасты». Его тоже очень любят, но я тоже не знаю. Ну ладно. Это, наверное, что это такое популярное что-то в интернете показывает. И вот я иногда встречаю вся пикулярные вещи и они говорят «непознанные». Мы представляем «непознанные». Все это ориентировано на интеллектуальное большинство. То есть на тех, кто в школе не познали в динокторных условиях. Знание об окружающем мире. Поэтому сейчас я кратко расскажу вообще, как познавать этот самый окружающий мир, как вот это придумали и делать. И именно этим способом все, что у вас сейчас в руках есть и создано, включая вот эту камеру, вот эти вот устройства, у меня есть телевизор наш старый, он тоже умеет видео показывать, там уже подкасты какие-то найти, и паблики, все вот эти вот, они были сделаны научными методами. Приведу пример уже научных методов, и как имели элементарные знания, но элементарные, но другого отличия. Значит, научный метод, как мы его сейчас знаем, сложился, в общем-то, не сразу, а где-то, наверное, начиная с Галилея, то есть, начало 17-го века, может, до этого, наука была, это удел поэтов, которые придумали, а как было бы красиво. Как красиво, да, хрустальная сфера, удивительно хрустальная, потому что это здорово, это очень дорого, поэтому на небесах это может быть. Тогда модели мира менялись очень легко, вот одна мне понравилась, хрусталя стало много, ну, мы их заменим на платиновую, платиновую. Сферы заменим на додекаридры, тоже будет замечательно. Легко можно было. А вот когда Галилей все это поставил на научную основу, уже на строгую экспериментальную, взять и создать в один момент новую теорию всего уже не получается. Опыту противоречит, если вы дойдите себе, то на этот опыт посмотрите. С гривиевских времен наука развивается по четырем простым правилам. Можно их сформулировать в три, можно расписать на пять, но, в общем-то, три простых вещи. Четыре простых вещи, которые в последнее время любят озвучивать, следуя неудебросу тайсену, человеку в науке не особенно знаменитому, но с такой харизмой, с таким колоритом. И на телевидении его приглашают очень часто, но не наши. Его пытались пригласить как-то в Москву. Общество у нас скептиков такое есть, российская в Москве общественная организация. И уперлось все, что 200 тысяч долларов, перелет бизнес-класса и гостиницы там. И тогда мистер Тайсон рассмотрит ваше предложение посетить ваше предприятие. Не получилось. Ну ладно. Так вот, он эти принципы в наиболее приятном для меня виде сформулировал. Значит, первое, в чем состоит научный метод, это всегда проверять свои гипотезы, эксперименты. Второе, это всегда отбрасывать те гипотезы, которые проверку не прошли. Как бы они вам не нравились, сколько бы приятнее они вам не были. Всегда проверяйте гипотезы, всегда отбрасывайте те, которые проверку не прошли, и сохраняйте до очередной проверки те, которые текущую прошли. Следуйте за фактами, куда бы они не вели. Даже если они противоречат общепринятой теории, противоречат каким-нибудь священным книгам, но факты указывают туда, идите туда. И все подвергайте сомнению. Обязательные условия четвертые. Все подвергайте сомнению. По четвертому критерию сразу выпадает, и по третьему, кстати, тоже, выпадает новая ваковская специальность, которую недавно признали научной дисциплиной. Что недавно признали научной дисциплиной? Теологию. Во-первых, там нельзя идти за фактами, куда бы они не привели. Во-вторых, там есть много вещей, которые нельзя подвергать сомнению. Общенный должен следовать за фактами, подвергать сомнению. Не может теологическое исследование прийти к тому, что не было непорочного зачатия. Не может оно к этому прийти. В принципе, какие вы факты, на это не указывали. Не подпадает теология под это определение. И все на зарубежную подсылаются. У них же там есть кафедры теологии. На самом деле, то, чем занимаются там кафедры теологии при светских вузах, не при монастырях, в Советском Союзе именовалось религиоведением. Хотя, конечно, выросла и из средневековой теологии. То есть, из толкования священных текстов в угоду того, у кого сейчас топор получает. Нужно было... Приходит новый государь, ему нужно новое понимание. И, соответственно, теологи подводят священное писание, не меняя там ни Бога, под нужным нынешнему проекту. Вот. Для чего это в России? Ну, есть у меня идея. Но ее озвучивание, это 282-я статья у нас теперь. Поэтому я на пушке ее показывать не буду. Поэтому теология не подходит сразу. Но это слишком общее понятие. Проверяйте свои идеи и эксперименты. Всякий эксперимент тоже... Не всякие действия, которые вы производите руками, или с помощью какими-то приборами, является экспериментом. Вы должны выявить именно тот фактор, влияние которого вы хотите изучить. Классические и анекдотические примеры. Выявляем... Как сказать... Расположение... Изучаем расположение ушей у мухи. Мы хотим знать, где у мухи уши. Значит, мы берем муху и кричим на нее, «Муха, лети!» И муха летит. Услышал, да? Отрываем мухи крылья. «Муха, лети!» Но муха не летит. Не услышала. Делает вывод, что уши у мухи на крыльях. Правильный вывод? Нет, получается неправильный. То есть, не всякие действия именно показывают наличие именно этого фактора, исследования которого вы пытаетесь продемонстрировать. И такой неправильный эксперимент, правда, не в такой анекдотичной форме, это очень распространенная вещь. Особенно в тех науках, где прямой связи не удается установить, ввиду, там, сложности этой связи, где ее наличие показывается статистически. С статистиками тоже много хитрая. Там есть много подводных камней. Вот, Ричард Фейнман, знаменитый физик 20-го века, в своей книге, вы, конечно, шутите, мистер Фейнман, это не научная книга, а он там рассказывает, как он издевался над официантами, переворачивает там воду в стакан, например, ну и кое-какие вещи научные свои тоже упоминает. Он рассказывает про эксперимент биолога Янга, который тот проводил в 1937 году, пытаясь выяснить, умеют ли крысы считать. Делал он так. Крысу запускали в коридор, где было множество дверей с двух сторон коридора. За одной из дверей, там за каждой дверью камера, в одну из них он клал какие-то вкусные вещи. И крыса, которая была голодная, ее специально оборили болотом перед этим, начинала ломиться во все двери, пока однажды не натыкалась на комнату, где была еда. После чего крыса и взымалась, еда перекладывалась в другую комнату, крыса запускалась снова. Если бы крыса умела каким-то образом считать, она бы шла вот к той же самой двери, где была до этого. Ну, например, она запомнила, что это четвертая дверь слева. И за ней еда. И крыса шла бы к четвертой двери слева. Он запускал крысу повторно, а еду-то перекладывал. И, о радость, крыса действительно шла к четвертой двери слева. Большая часть экспериментаторов, почти все его современники согласились с тем, что это доказательство того, что крыса действительно запомнила, посчитала двери, запомнила, где была еда, и второй раз пошла именно туда. Но я был не таков. Он не был уверен, что исключил все прочие факторы, которые могут влиять на поведение крысы. А вдруг, предположил он, она не посчитала двери, а просто запомнила, как они выглядят. Вдруг они чуть-чуть отличаются. Человечек не вымешивается. Это было тоже, это еще дойдет. Он покрасил все двери совершенно одинаковые, рассмотрел под зимой лупой, чтобы там не было никаких деталей, по которым можно было отличить одну другую дверь. Запускал крысу, а нашла в ту самку четвертой. Конечно, запах он, это понимал, что она может найти по запаху. Он с использованием специальных пахучих веществ пытался замутать ее след. Их менял, перекладывал, брыскивал. Крыса упорно шла к четвертой двери слева. Ни одна, а он много крыс использовал. Большинство именно так и делали. Может быть, предположил он, у них ведь есть глаза, а коридор-то он открыт, вот он в лаборатории стоит, лаборатории на потолке, там есть лампочки, какие-то элементы, может она видит и поэтому ориентируется. Он открыл ее матовым стеклом. Крыса шла к четвертой двери слева. Последнее, что он предположил, а может быть, она слышит, как стучит пол под ее когтями. И он положил коридор на песок. И после этого крыса тут же перестала находить нужную дверь. И она начала по-прежнему тыкаться во всем ногах. То есть он опроверг первоначальную идею. Она не считает. Она запоминает, как стучит пол, когда она идет по лапу. И воспроизводит это же самое. Где находится тот же самый звук, там и открывает дверь. Он тем самым опроверг первоначально. Но так сделано было очень-очень немногие. Кстати, на яд в случае никто не ссылается. А опыт по-прежнему так и проводится. Классический пример из недавнего прошлого – это опыт эфиролини. С целью доказать вред от генетически модифицированных продуктов. Когда вы говорите с каким-нибудь противником ГМО, и говорите, а какие у вас собственно аргументы есть. Вот я могу вам предъявить массу доказательств в пользу того, что это безопасно. То есть, лично я не могу, я знаю где это написано, где ссылки на огромное количество научных работ, где исследовался этот вопрос. Я, конечно, все не запоминал, я не ГМОшник, но вот если вы где-нибудь видели книгу Александра Панчина «Сумма биотехнологии», вот это один из тех источников, где приведены многочисленные сотни ссылок на исследовании, где все это сказано. АнтиГМОшник вам скорее всего приведет ссылку на работу эфиролини, которая уже была отвергнута научным сообществом. И отозвана даже из журнала за нарушение основных принципов статистической обработки материала. Он брал всего 12 крыс. Это очень немало. Одни, он кормил генетически модифицированной сою, и другой – негенетически модифицированной сою. И где-то там у него получалось, что те, которые ели модифицированную сою, чаще болели раком. Ему сразу показали, когда он опубликовал статью в журнале Science, ему сразу несколько исследований показали про некорректность обработки суда. Во-первых, на 12 крысах статистику не сделаешь. Во-вторых, для начала он взял тех крыс, которых выводили по роду специально для изучения раковых заболеваний. Эти крысы изначально были подвержены раковым заболеваниям, независимо от того, как мы сою им едят. Они должны были болеть раком, потому что на них испытывали методы лечения этого статистического рака. Ну и много других еще ему указали. Значит, редакция статьи отозвала, сайта журнала убрали, в печатной версии журнала напечатали опровержение. Тем не менее, на эту статью все равно ссылаются. Еще один принцип. Если вы какой-нибудь опыт делаете, этот опыт должен быть воспроизводимым. Я вот его сделал опыт, я должен подробно описать, как это сделать, чтобы любой мог повторить. Вы не верите, что закон ОМА работает? Так соберите электрическую цепь, возьмите прибор, начните менять сопротивление и измеряйте его тока. Проверьте концептансов. Это можно. Секретных законов нет. Ну, конечно, повторить опыты Отцена и Крика, когда они открыли структуру ДНК в самую двоевую структуру. Проблематично. У вас денег не хватит на то, чтобы построить эту установку. Но, в принципе, это возможно. Тут нет ничего не воспроизведенного. Есть, правда, у нас один опыт, который воспроизвести в ныне можно, в принципе, пока. Но, знаете чего же? Который, в принципе, не можно воспроизвести, мы должны как-то с этим жить и что-то делать. У нас Вселенная одна. Мы тут рассуждаем о законах Вселенной, а у нас всего одна Вселенная. Мы не можем посмотреть, а другой будет так же или не так же. Мы не умеем готовить. Даже взрывы звезд. Хотя мы не можем сами взорвать звезду, но их много и они взрываются часто. Поэтому на это дело будем посмотреть. С воспроизводимостью тоже была большая проблема и кончилась плачевно для того, кто это сделал. Руди Талиархан. Это физик из университета Пердью в США. Он утверждал, что он открыл термоядерный синтез в кавитационных пузырьках при комнатной температуре. Как ни пытались повторить по его же статьям, собирали-то такие же установки в лаборатории и другие физические. Не получалось. Поэтому просто зачли, что он ошибся и ничего этого не было. Ошибиться это, конечно, плохо, но это еще не заступление. Однако спустя год появляется статья якобы независимой группы ученых, которые повторили опыт Руди Талиархана и тоже получили термоядерный синтез при комнатной температуре, а не при 15 миллионах градусов в кавитационных пузырьках. Сразу этому не поверили. Все подвергайте сомнению. Четвертый принцип. Все подвергайте сомнению. Подвергли сомнению и не зря. Выяснилось, что это вовсе не независимая группа. Это люди, с которыми договорился Талиархан, которые не проводили никаких опытов, а просто тиснули статей, что они вроде как так делали. Кончилось для Талиархана плохо, потому что ученый совет университета перелил, лишил его звания профессора и запретил преподавать в этом университете. Вот и все. Не было воспроизводимости. А так, если вы будете следовать этому методу, вы получите все те вкусняшки, которые вас со всех сторон окружают. Теперь два популярных примера того, что получается, если этому методу не следовать. Первый популярный пример, это у меня достаточно близкий, поскольку я астролог по образованию, это такая замечательная деятельность, как составление гороскопов или гадание по звездам. Ну и мы, иначе астрологи. Хорошая вещь в ту научную эру, очень доходная. Когда еще метода не было, никакой научной методологии не было, все открытия делались случайно в ходе обычных работ ремесленников, которые, натыкаясь на какие-то средства, придумывали усовершенствование, не ими пользовались, например, распространяли или, наоборот, препятствовали распространению. А систематического поиска не было никакого. Но, конечно, тоже мог сомневаться. Если звезды специально для нас созданы Творцом, то, наверное, они на нашу судьбу влияют. Осталось выяснить как. Как раз лучше не выяснять. О том, как работает астрология, хорошо написано у Леонида Соловьева, автора двух романов про Хаджуна Средину. Там у него был астролог Мусейн Куслия при дворе Эмира Бухарского. Значит, там был девушке, которую Насредин любил, он хотел на ней жениться, но она понравилась Эмиру Бухарскому. Он взял ее в свой гаран, и, как сказано весьма аккуратно в этом романе, все прорывался войти к ней. А Насредин этого не хотел, чтобы какой-то Эмир входил к его любимой женщине. И он заделался астрологом Мусейном Куслия и очень долго пудрил Эмиру в мозги, что, мол, звезды не находятся в благоприятном расположении, и ему и Эмиру не стоит входить к новой девушке. Вот это хорошо было. Иоганн Кеплер, знаменитый астроном, зарабатывал тем, что составлял богатым людям гороскопы. Исаак писал, что эта вот ветреная дочь астрономии, тем не менее, обеспечивает все его исследования и существования как таковое. Но он не понимал, что занимается шарлатанством. Как писал тот же Юрий Цоловьев, обмануть закоренелого обманщика тоже доброе дело. Вопрос канальный. А в остальном нужно начать с того, чтобы подвергнуть все сомнения. Вот вы утверждаете, что звезды влияют на человека, а именно факт его рождения. Ну, давайте подвергнем сомнению и потребуем того, кто утверждает доказательства. Как можно доказать, что звезды действительно влияют на человека? Какие вы будете способы доказать, что расположение звезд на нет момента рождения влияет на человека? Вот. Какие доказательства могли бы вас убедить в том, что это действительно так? Разные сезоны? То есть, окружение разное? Нет. Что вас убедит, что это действительно так? Допустим, я утверждаю, а вы хотите, чтобы я вам доказал, что вы у меня спросите? Люди, которые рождены в одно и то же время, несколько имеют похожие черты или вот что-то есть? Да. Вот это вот статистически называется. Берем разные группы людей, рожденные по разными знаками, и смотрим, есть ли у них что-нибудь. Это статистический критерий, он поможет тогда, когда не поможет прямой способ. Вот. Солнце влияет на планеты, заставляя их двигаться по элитическим орбитам. Как это доказать? Вот Ньютон пишет формулу. Как выглядит всемирная тяготивность? Знаменитый закон обратных квадратов. Он показывает вам механизм влияния. И вы можете его проверить. Какие следствия из этой формулы есть? Как там движется? Давайте посмотрим. Притяжем планеты тогда, в таком случае, если тяготие всемирное, Солнце должны влиять не только ведь к Солнцу притягиваться, а все друг к другу. Вот Луна, например. Она крутится вокруг Земли, стало быть, притягивается к Земле, но она точно также притягивается и к Солнцу, которое хоть и дальше, чем Земля, но гораздо тяжелее. Значит, Солнце должно влиять на движение Луны вокруг Земли. И Ньютон приводит доказательства. Он вычисляет, пользуясь своим законом, основные, самые сильные влияния Солнца на Луну и сравнивает это с тем, что мы видим. Проверяйте ваши гипотезы экспериментов. И сравнивает. И находит сходство. Это доказательство, да? Какой-нибудь астролог говорил, каким образом происходит это влияние. Хоть раз. Вот механизм влияния раскрывал, может быть, формулу какую-нибудь писал, как влияет. Вот ни разу. Найдете источник, покажите мне, какой астролог писал формулу влияния звезд по человеку. Значит, остается статистический способ. Не самый плохой способ. Например, вот сейчас очень популярны движения дебилов-антипрививочников. Они говорят, что прививки вредны, потому что двоюродные племянники моего снохи Дебеля Шурина, моего троюродного дедушки, ему поставили прививку. Поэтому все прививки плохо. Тут нельзя прямым способом доказать пользу прививки. Вот мы поставили человека, а он не заболел. Никак нельзя доказать, что он не заболел, потому что мы его поставили, поставили эту прививку. Может, он не заболел по другой причине. Может, у него собственный иммунитет достаточно сильный. Поэтому пользу этого можно доказать статистически, рассматривая группу привитых и непривитых людей и частоту встречаемости антифильных заболеваний. Этот метод нам работает. Значит, давайте применим его к астрологии. Что значит сходные черты? Это надо как-нибудь охарактеризовать количество. Вот человек добрый. Под знаком, когда Сатурн с Нептуном соединяются в козероге, при этом рождаются добрые люди. У меня и у него могут быть совсем разные понятия доброте. Я сочту человека добрым, а он нет. Или наоборот, скорее всего. Как быть? Значит, нужно как-то строго определить, что именно мы проверяем. Это должны быть объективные методы. Что мы проверили? Где они у астрологов? В каком журнале опубликованы? Насчет того, что сходные свойства... Мне один товарищ на работе заявил. Мне сказал, что все твои аргументы неинтересны. Я знаю, что у меня есть три приятеля, и описание знаков точно совпадает с их характером. По какому критерию проверял? Ой, опять ты начинаешь! Вот мне нравится и все. Это называется аргумент от Хаминина. То есть от человека. Я убежден, и хоть стыковно говорите же. Но мы же все это ученые, да? Психолог, я не нашел этого человека. Можно погуглить, найти. Хотя этот эксперимент потом так много раз повторялся, что вы даже можете сами его спокойно повторить в любой аудитории. Людей, которые еще не знают про этот эксперимент. Определение характера по знаку задержка. Значит, вот аудитория студентов. Допустим, там большая, 200 человек. Каждый из них пишет, а впервые это еще давно, 50-е годы. Дату своего рождения, после чего вы обрабатываете эту дату на компьютере, и каждому человеку составляете гороскоп. То есть не гороскопа, а описание его личности. И вручаете товарища. И просите его прочитать всех присутствующих и сказать, соответствует вам или нет. Большинство у него сказали, что да, это прямо под меня написано. После чего экспериментатор предложил им показать вам друг текст. Он всем раздал эти тексты. Который совершенно не зависел от даты рождения. Повторите это. Очень хорошо. Попробуйте. Единственное условие. Испытуемые не должны знать эту историю. Иначе опыт будет не чистый. Достаточно хорошо знать сознание человека. Если вы не слишком примитивную лесть замаскируете весьма популярными недостатками, у меня несколько людей. Например. Я люблю вкусно поесть. Я не люблю быстро двигаться. И так далее, и так далее. Это подойдет почти под каждого человека. Поэтому считать это статистикой уже никак не получится. Где-то в 90-е годы была изгнана книжка «Астрология за и против» называлась. Там две статьи было. Одну написал астролог и по совместительству доктор химических наук Величко. Мудрено оказалось, что этот товарищ оказался безграмотным. И вообще не знаю, как насчет химии, но этот товарищ утверждал, что тела не улетают от Земли, потому что их атмосферное давление отоживает. Доктор химических наук. Там про докторов еще ничего не сказал. А вот слово «против» написал Владимир Сурдин, преподаватель МГУ, научный сотрудник Государственного астрономического института Треники Штернберга, который до сих пор ведет популярную деятельность, часто искупает с лекциями. Хотя сейчас он в 2060. Хотя он бодрый такой товарищ. И вот Величко там приводит. Вот такой-то знак поэтам. Благоприятствует. Как докажете, но вот Пушкин родился под этим знаком? Что под этим знаком родился только Пушкин? Нет. Много людей родились. Сколько среди них поэтов? Чтобы доказать действительно, что он благоприятствует, нужно посчитать. Сколько поэтов, сколько родилось под этим, под каждым другим знаком, сколько среди них поэтов. И статистически значимая должна быть разница между рожденными поэтами под этим знаком и под другими знаками. Именно статистически значимая. Критерий трех сигма такой хороший статистический. Кто-нибудь проводил такое исследование из астрологов? Я с удовольствием прочитаю статью, и они печатали. Посмотрю, на какой выборке они это сделали. Не были ли у них там крысы заранее зараженные раком, как у Сирвинии. Поэтому они все заболели раками и так далее. В статистике есть еще очень много подводных камней, например, таких как норсственное сравнение. Вы хотите доказать, что какой-то признак там влияет на каких-то людей. Вы набираете 25 групп людей. И начинаете их сравнивать. Человека можно охарактеризовать невероятным количеством параметров. Совершенно. Как это анатомические параметры, рост, вес, длина рук, отношение одного к другому, там, цвет кожи, количество родинок, степень мыслости, ну, миллионов параметров. Еще белявость, язык, возраст. Если у вас достаточно много групп, вы найдете среди этого миллиона параметров какой-нибудь один, по которому в одной группе оказывается чуть больше людей с этим параметром, чем в другой. Не подойдет этот параметр. Возьмите следующий, может другая группа окажется. Вы все равно найдете какую-нибудь группу людей, где люди по этому параметру случайно сгруппировались чуть больше, чем в других, если параметров нет. Можете вы на этом основании определить, что именно вот этот параметр как-то повлиял этих людей? Нет, он нет. Это и называется множественное сравнение. И правильная статистическая обработка обязательно делает поправку на возможности таких. Нельзя слишком много параметров в произвольное число брать при сравнении. В общем, статистика – вещь такая, достаточно опасная. Что касается астрологии. Про астрологию есть замечательная книжка, кстати, уже покойного Петра Тревогина, называется «Академические мантии и шутовские колпаки». И он все это подробно-подробно взбирает. Книга выпущена в Новосибирске, Сибирским научным центром Академии наук. Сейчас разве что у мукинистов можно достать, но она там есть. Хотя вот таких, что купил телесайты. Ахахаха. А либо он там… Еще приводит один принцип, который я в число основных не включил, но можно включить с каким же успехом. Он его называет основным принципом цивилизованного человека. Закон природы не зависит от того, что вы себе придумали на уме. Если вы решили использовать не десятичную систему, а тринадцатиричную систему, от этого законы во Вселенной не изменятся. Закон Сибирского тяготения будет точно такой же. Закон Клона будет точно такой же. Надо ли говорить, что все такие вещи, как наш календарь, чередование високосных лет в нем, да, сама десятичная система счисления, распределение дней по месяцам, по неделям, все это просто выдумано однажды. И только в одном месте. Если вы чуть-чуть подальше в историю зайдете, разные народы имели разные календари, и не во всех даже были системы високосов, а мусульманских… Вообще к Солнцу не привязаны, и високосными там годы бывают, потому что туда не день, а месяц целый добавляют, потому что там двенадцать лунных месяцев – это триста пятьдесят четыре дня, а не триста шестьдесят пять. В общем, все это выдумано. И когда на этом пытаются строить какие-то теории, високосные годы происходят больше землетрясений. Можно даже не просить статистику. Високосные годы придумано человеком, поэтому движение земной коры не может от этого зависеть, от того, что вы придумали и чего вы это придумали. Но можете и по статистике тоже проверить. с этим связано что? Тоже хороший пример для астрономов, и хорошая олимпиадная задача, которая нравится мне. Почему астрономическими наблюдениями очень легко определить широту места? И невозможно только астрономическими наблюдениями определить долготу места? От времени? Потому что широта измеряется, отсчитывается от экватора. А экватор задан природным явлением – вращением Земли. И вы можете это вращение с помощью каких-то приборов наблюдать. Например, с помощью своих глаз. Смотреть ночью на небо и видеть, как звезды вращаются относительно одной и той же точки, какой-то вблизи полярной звезды. И померить ее высоту с горизонтом. Вы можете это природное явление зафиксировать. Каким природным явлением задан начальник геродиан? Никаким. Это как день летнего солнцестояния и день железнодорожника. Поскольку нет ни одного явления природы, которое бы выделяло грибнический меридиан от любого другого, вы не можете, производя наблюдение над природными явлениями, найти положение этого меридиана. Поэтому, когда вы определяете долготу, вам любым способом нужно узнать время в начале меридиана. Из астрономических наблюдений вы узнаете время на ваше. А вот из другого независимого источника нужно знать время на начале меридиана. И в этом была трудность для всех мореплавателей, которые в до спутниковую эпоху плавали по морям. Где узнать время в меридиане? Взять с собой часы? Да, конечно, имеют ошибку. Притом, корабль, качка, шторка, туда-сюда часы не будут ходить. Плохо это. Вот поэтому это была большая проблема. Основной принцип цивилизованного человека. Вы можете провести меридиана где угодно, а природа от этого никаким образом зависеть не будет. И второй пример лженауки, который тоже иллюстрируется отсутствием принципа, я бы забыл, что я... Про экстрасенсов? Нет, не про экстрасенсов. Тоже два ряда я хотел привести. Это... Ох... Хоть письменно принимай свои. Второй пример лженауки, который сейчас очень популярен. Что у нас сейчас популярен придётся? ГМО – это не то что лженаука, это просто отсутствие элементарных знаний, я бы не сказал. Но про говно можно немножко сказать, что человеку, который в школе учился, а не просто давил садницы на стул, должно быть ясно, что опасности духа быть не может в принципе. И чего боятся люди? Во-первых, вот Александр Панчин, уже упоминаемый мной, автор книги «Сумма биотехнологий», сам опрашивал людей, он почему-то... Люди почему-то уверены, что вот в генетически модифицированных продуктах есть гены, а в генетически немодифицированных нет гены. Да. Как же они тогда растут? Это вообще школьный материал, да. На строение живой клетки, что в каждой клетке есть хромосомы, и что только благодаря наличию там генов клетка работает, синтезируются белки, регулируется этот процесс синтеза. В общем, любые гены работают тогда, когда они находятся в ядре клетки и производится процесс их транскрипции и трансляции. Вот. Если эти гены у вас в желудке, они не будут транслироваться в белки. Вставлены они в морковку искусственно или были они там изначально? Этого достаточно. А люди что боятся? Что вот этот ген модифицированный из морковки вдруг как выскочит и как встроится в вашу гену, и вы сами станете морковкой. В человеке несколько триллионов клеток. В какую из них вбрыгнет этот самый ген из морковки, что превратит вас в саму морковку? У вас ежесекундно миллионы клеток отмирают и просто вот сваливаются. Когда вы руки потерли, несколько миллионов клеток все умерли. Вот. Вы сами все генетически модифицированные организмы. Генетическая модификация ваших родителей. Все это. Генетические модификации проходят всегда, постоянно во всех клетках. Те же космические лучи, даже сейчас, когда мы говорим, они приходят как с той стороны сверху, так и через землю. С другой стороны сталкиваются с клетками в клетках и производят, в том числе и с клетками ДНК, и производят нам генетические модификации. Подавляющее большинство из них совершенно бесполезны и безвредны тоже. Ну, потому что в нашей ДНК 98% мусора. Это все от предыдущих поколений осталось. Пусть модифицируется. Никому оно не победит. Бывает, что оно модифицируется и некоторые клетки преображаются, они начинают бесконтрольно делиться. Вот вам раковые клетки, пожалуйста. Но это не влияет на наследственность, потому что раковые клетки, их модифицированная ДНК вашим потомкам не перейдет. Это соматические клетки, это могут быть клетки кожи, как они попадут в ваших потомках. Только мутации в половых клетках, только они передаются на сенсу. Так что, ну, элементарные знания, которые говорят о том, что постоянно проходящие в морковках мутации, они даже должны быть более опасными, потому что вы не знаете, какие они там происходят в этой морковке. Вот у вас растет морковка, в семенах там какие-то мутации произошли. Вы посадили семена, у вас обязательно вырастет генетически модифицированная морковка. Обязательно. Любая посадка – это генетическая модификация предыдущего поколения морковок. Но вы понятия не имеете, что там у вас модифицировалось. Когда вы модифицируете точно, вы знаете, что вы модифицируете. Вы проверяете то, что у вас получилось. И уж никак, вот образом, этот ген из ген-морковки, который в желудке будет тут же разложен на нуклеотиды и более высокие молекулярные элементы, никак не попадет в ваши клетки. Так, ну и поскольку я так и не вспомнил какую я вторую байку, что у нас на слуху-то сейчас? Экономика. Даже инкерсионные поля. Ну, про экстрасенсов – это да, можно сказать про экстрасенсов. Конечно, полезно сказать не только про экстрасенсов, а про людей, которые обладают парнормальными способностями. Какие доказательства они предъявляют в пользу того, что они обладают этими способностями? Но они могут там какие-то манипуляции показать. Вы знаете, я вот иногда бываю в цирке, а там бывают, высыпают фокусники. Вы не представляете, я ничего не могу показать. Экстрасенсы могут позавидовать некоторым фокусникам. Только отличие фокусников от экстрасенсов лишь в том, что фокусники не скрывают, что они вас обманывают. Более того, именно для этого вы приходите их посмотреть. Вам нравится, как они берут и вас обманывают, что-то там делают. А вот экстрасенсы или другие люди, всякие ясновидящие и так далее, они обычно такого опыта предоставить не могут. И их попытались заинтересовать в проверке их способностей с помощью того научного метода, про который я рассказывал. То есть проверить экспериментом, правильно поставить экспериментом, а не как с отрыванием крыльев, не как усерлиния. Скорректно поставленным научным экспериментом, где бы были исключены все посторонние факторы влияния, а исследовался только тот, который заявляет человек. Где? Клев, чтобы исключиться. И обязательно правильный статистический анализ сделать. Потому что ведь если человек заявляет, что у него есть способность угадывать дату рождения по глядя на затылок человека, то он, в принципе, может идти случайно угадать. Тот же самый Александр Панчик ставил опыт, что он подходил к девушкам знакомиться и предлагал девушке, ну, загадайте число от одного до двадцати пяти. Нет одного до тысячи. Девушка говорила, что загадала, он ей называл многое от число. И знаете, очень часто совпадало. Ну, если не совпадало, он просто подходил к другой девушке. Но если угадывала, девушка считала его волшебником, если, конечно, она не освоила до этого мощный девушек. И знала, что такое статистика, тогда она его оценила по другим причинам. Что он умный человек, и с ним стоит познакомиться. Так вот, сначала был такой иллюзионист Джеймс Рейнни, он до сих пор жив. По-моему, выступление уже прекратил в силу возраста поездка, во всяком случае. Вот он учредил фонд, собрал в этом фонде миллион долларов и предложил любому человеку, утверждающему, что у него есть паранормальные способности, доказать их наличие в рамках корректного научного восприятия. Это было двадцать лет назад. За двадцать лет назад охотников на миллион было невероятное количество. Регламент испытаний составлялся совместно. То есть, как эксперты фонда, так и сам испытуемые, они договаривались, что будет вот такая процедура. То есть, нельзя сказать, что навязывали какие-то методы исследований. Это дело добровольное, не хочешь не участвовать. Никто за двадцать лет ему прошел это испытание. Никто в рамках корректного научного эксперимента не смог показать, что он действительно обладает этими способностями. А недавно и в России тот же самый Панчин и еще несколько товарищей, при поддержке банков, который предоставил миллион, но не рублей, не долларов, а рублей, учредили премию имени Гарри Гудини. Гарри Гудини, как известно, знаменитый итальянский иллюзионист, начало двадцатого века, за то же самое. В общем, докажете в рамках корректного научного эксперимента наличие своих паранормальных способностей, и вы получите миллион рублей. И это не миллион долларов, но зато вы будете знать, что у вас на самом деле есть эти способности, и вам этого миллиона хватит, чтобы поехать в США и получить миллион уже зеленых, уже им самим способностей есть, значит и там вы это докажете. За два года существования премии испытано порядка десятка человек, которые сами пожелали. Результаты какие? Нулевые. Никто не получил этого миллиона рублей. Так что, если уверены, что у вас есть такие способности, попробуйте. Туда идут не откровенные журналисты, ведь это знают, что они обманывают. Туда идут люди, которые действительно уверены, что у них есть такие способности. И вдруг выясняется, что у них их нет по разным причинам. Саша, привет. А какие критерии, то есть отборы, тебе неизвестно? То есть хотя бы несколько назад, это же интересно. В чем? Ну вот критерии отбора этих экстрасенсов. То есть что они, что за задания, хотя бы примерные, известно же? Значит, первый самый опыт, за которым я следил достаточно подробно, за остальными не так. То есть там посмотрел, а оно все понятно. Первый – это участница битвы экстрасенсов на ТВ-3, да, у нас? Или где там? Или на РЕН-ТВ у нас? Ну где там? Участница битвы экстрасенсов была уверена, что она умеет определять принадлежность предмета человеку. Соответственно, взяли, да, но она при этом не видит. Значит, регламент испытаний, с которым она согласилась, разработан вместе с ней, выглядел так. Значит, у десяти статистов, которых не видели ни те, ни она сама, разумеется, ни те люди, которые проводили эксперименты. То есть те, кто отбирал эти десять статистов и забирал эти предметы, потом к месту проведения эксперимента уже не приближались. А то, может быть, и подбегут в случае чего-то, да, поэтому их специально удалили от этого дела. Значит, эти десять предметов были положены в конверты, конверты положены в шкатулки, совершенно случайным образом перемешаны. Каждый человек получил номер точно так же, как его предмет, и нужно было назвать. Из какой вот номер шкатулки, третья шкатулка, предмет, который там лежит, принадлежит человеку с номером 5. Ну вот смотри, а интересно, то есть они должны были есть десять человек, все десять предметов? Может быть, она определила девять, пятьдесят лет? Каждый по одному. Каждый по одному. Она проверяли те способности, которые она заявляла сама. Ей не говорили, ты сделай это. Ей спрашивали, что ты умеешь там? Я умею вот это вот. Хорошо, давай определяем. То есть она сама сказала, что вслепую...